В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Одесский боксер Валерий Харламов стал чемпионом мира среди студентов в Таиланде. Сегодня победитель и его тренеры Дмитрий Уржунцев и Михаил Серженюк у нас в студии. Здравствуйте, поздравляем вас с этим ярким успехом. Валерий, расскажите свои эмоции от турнира, как удалось выиграть и стать лучшим на этом чемпионате мира. Ну, эмоций очень много, не передать, если честно. Готовились с тренерами усердно, целенаправленно шли день и день, ночью и ночью тренировались, грубо говоря, и дошли к этому результату. Расскажите подробнее о самом турнире, сколько боев провели, с кем встречались, на каких стадиях, как финальный поединок проходил. Ну, было четыре боя у меня. Первый был ирландец, второй из Тайпея, третий француз и четвертый россиянин. Какой бой был самым таким запоминающимся? Самым тяжелым, могу сказать, был с французом в полуфинале. А вот финальный поединок с россиянином, вы встречались, как сам бой проходил, там по очкам. Я так видел матча. Ну, да, тоже напряженный очень бой был, по очкам выиграл. Михаил Александрович, что скажете о выступлении подопечного? Ожидали ли вы такого успеха от него, когда готовили? И как по ходу турнира, ну, видели его развитие? Ну, знаете, Валера такой боксер, где мы всегда рассчитываем на результат, куда бы он ни ехал. Он член сборной команды Украины и член сборной команды Атаманов. И, естественно, мы рассчитывали на максимальный результат. Хотя мы понимаем, что бокс – это такой вид спорта, где могут и судьи вмешаться. Но так у нас все хорошо сложилось, и мы от боя к бою, переживая в Одессе, очень радовались его победам. И, конечно, ну, сегодня этот успех очень значимый для него, как для спортсмена. Но мы надеемся уже только промежуточный успех. Мы надеемся и на Токио, и на дальнейшее развитие. Ну, мы тоже верим в победы. Дмитрий, что можете добавить по подготовке к самому турниру, по важности этого чемпионата мира и по выступлениям, Валерия? Самый большой момент – это его самоотдача. Потому что, когда меня встречают и говорят, когда идет дождь, и Валера бежит по трассе здоровья, это очень приятно. То есть он сам сделал победу, мы что-то скорректировали об этом. И мы очень бы хотели быть рядом, но он, знаете, как боец, как воин, он поехал туда сам и сделал всю работу, которая касается нас всех. То есть нам было очень приятно, но мы были в Одессе в этот момент. Мы старались, следили за этим, как он двигается, как передвигается, что он делает. То есть очень кардинально поменялся человек. Все лучше и лучше боксирует с каждым месяцем, можно сказать, не годом, а месяцем. Как вы считаете, какие козыри главные Валерия? За счет чего удается ему? Это темп. Это он задает темп, который соперники не выдерживают двух раундов. То есть у нас задача работать два раунда, чтобы на третий раунд не выходили. И так получилось у нас в первом бою, то есть человек-ирландец с Ирландии не вышел на третий, потому что не хватило у него силы, выносливости. Ну и самоотдача, можно сказать, бойца. Вот так вот и получилось. Что можно, Валерий, вот о самой атмосфере в Таиланде, как турнир проходил. У нас, кстати, есть еще видеозаписи с чемпионата, можно сейчас увидеть. И, ну, расскажите, как вообще там в Таиланде? Ну, нелегко было. Климат очень, очень тяжело было. Важность повышенная, то есть не передать. Это часовой пояс поменялся на 4 часа вперед. Долго настраивались на вообще, на тренир уже там, непосредственно, в Азии? Ну, сразу, как говорят, с корабля на бал, потому что прилетели и не было времени даже к климату привыкнуть. То есть через день уже начал боксировать. А как предоставляли там спарринг-партнеров для тренировок или... Нет, не было. Только, ну, сами между собой стояли. Ниже веса, выше веса. Чем сам город вообще Чиангмой и страна Таиланд запомнилась? Честно, не могу даже сказать, потому что каждый день настраивался на бой. Особо не получилось посмотреть саму страну. То есть шел от боя и даже не выходил на улицу. А вот непосредственно перед турниром, как в зале была атмосфера? То есть насколько в Таиланде больше, я так понимаю, таиландский бокс у них, как национальный вид спорта? То есть с классическим боксом, наверное, не так принимает публика просто? Я бы так не сказал. Легкие веса у них очень так неплохо себя показали. Видим на экранах сейчас прям шоу-программы, церемония открытия. Да, церемония открытия была, да, такая красивая. Закрытия и открытия очень понравились в ихнем стиле именно так. А вот уже непосредственно о самих поединках. Вот начиная с первого боя с ирландцем, как вступали, скажем так, в борьбу на этом чемпионате? Как постепенно набирали уверенность? Первый бой просто самый тяжелый всегда. Главное начать. Но начал хорошо, выиграл досрочно, задал темп и так держал его от боя до боя. Михаил Александрович, что можете вот по первому бою с ирландцем сказать, по следующему поединку с китайцем и полуфинал, вот мы уже говорили, что было очень сложно с французом, но добавлял от боя к бою, Валерий. Вы знаете, когда узнали, что боксирует с ирландцем, немножко внутреннее волнение было, потому что Ирландия в последнее время сделала сильный скачок в развитии любительского бокса и профессионального. И, конечно, очень обрадовались, что Валера выиграл досрочно, это говорит о морально-волевых, силовых качествах. Ну и, честно говоря, когда смотрели с французом, очень обрадовался, когда француз начал сближаться и боксировать в валерийной манере, как раз то, что нам надо было. И вот как раз это его и погубило, скажем так. Потому что самое главное – это моральные качества силовые. Валера его просто как мужчина перебил, передавил и все. Какие самые главные моменты вот этой весовой категории вообще? Ну на что, скажем, делается упор основной? Ну, вы знаете, это один из самых таких сильных весов 75. Они уже не маленькие, но еще и не тяжелые. У них и мощь, и сила, и скорость. Один из самых лучших весов. Это 75 килограмм. Такой мужской, настоящий бокс. Поэтому тут люди, которые становятся чемпионами, они по-настоящему в себе все воплощают. Спасибо большое. Дмитрий, что можете добавить по технике, по уровню Валерия? И даже вот по планам на будущее? То есть этот турнир тоже, он рассматривается сейчас как… Когда готовились, мы даже готовились на улице, потому что у нас был зал покрашен. И все качества мы делали акцент на скорость переключения. То есть он стал быстрее и стал взрываться. Вот я каждому говорил, не хватает там тому-то. А Валерия, прежде чем он уехал туда, в Таиланд, я говорил, тебе не хватает взрыва. Вот когда он доходит в среднюю ближнюю дистанцию, надо скорость увеличивать, чтобы человек не успевал в защитное действие контратаковать. То есть и что он сделал с россиянином? Он сделал это в четвертом бою, на последней минуте, за 10 секунд услышал гонг, который звучит за 10 секунд. И он добавил сумасшедший темп. Для меня было это просто шоком. Потому что я его еще в таком состоянии не видел, и это принесло ему победу. Валерий, вот о финальном бое. Какой самый переломный момент был, когда вы включили максимально все свои силы, которые на тот момент оставались, потому что реально было очень сложно. Ну да, я выходил первоначально, уже настроился до боя отдать все ради победы, как бы. Потому что я понимал, что если есть шанс, его нужно не упустить. И я был готов упасть, но выиграть. Ну, от бессилия. А как по сопернику вы чувствовали? У него же тоже силы на исходе были? Тут нужно было психологически правильно надавить? Ну, тут уже да. Тут уже кто раньше сдаться, как говорится. Вот он не выдержал где-то темп, чуть-чуть начал более как-то выключаться. Выключаться. Каким был счет финального боя? Было решение судей, скажем, совместное? Я имею в виду, или спорное было решение? Ну, 3-0, да. А, 3-0. То есть все. И вообще, к чему будете стремиться в своей карьере? Ну, посмотрим. Сейчас будет сезон ВСБ. Посмотрим, что тренер скажет. Я не знаю, прежде всего у меня есть один, второй тренер. В составе украинских атаманов? Да, в составе украинских атаманов. Как, кстати, сезон за атаманов для вас прошел? Ну, это был как бы первый дебютный такой сезон. Это полупрофессиональный бокс. Да, там уже больше раундов. В чем для вас сложность, может быть, перехода, допустим, от любительского бокса? Сложности, в принципе, еще там без шлемов. Ну, майку убрали. Разве что два раунда. И плюс два раунда добавили. Мне даже это как-то в плюс пошло. Ну, вообще, в перспективе есть же, я думаю, стремление выйти в профессионалы и боксировать и по 12 раундов. Есть, но это будем смотреть, как будет продвигаться карьера дальше. Есть тренер. Первая цель олимпийская. Только вот 2020. Есть тренер. К этому готовимся. Сейчас уже начинается постепенный отбор. Три с половиной года осталось всего лишь. Да. Люди успешно выступили на Олимпиаде, то есть у них проходили очень много сборов. И они хорошо выступают потом по профессионалам. У них очень здорово эмоциональная и физическая подготовка на высшем уровне. Так что стремиться надо к Олимпийским играм. Вот, кстати, по Олимпийским играм после 2012 года и такого яркого успеха украинских боксеров ожидали продолжения, скажем так. Но в Бразилии не сложилось. Тут вот я хотел бы тренеров спросить. Как вы считаете? Ну, вы знаете, смена поколения всегда проходит болезненно. Ушли лидеры. Пришли молодые мальчишки. Вот мы позапрошлом году были в Казахстане. Команда приехала... Вся Азия приехала. У них средний возраст был 27-28 лет. Приехала сборная Украины и средний возраст 20 лет. То есть молодые пацаны. Они обрастут сейчас опытом, боями и все будет хорошо. Вот как раз 2020 будет наша Олимпиада. Та команда, которая стала звездной, никто же не помнит. Там только Вася Ломаченко был олимпийским чемпионом на следующую Олимпиаду. А все остальные на предыдущей Олимпиаде тоже не выступали в лидерах. Выросли и все было нормально. Так что я думаю, что все у них будет хорошо. У них хорошая команда национальная. А что можно сейчас сказать про внутреннюю кухню в украинском боксе? Какие сейчас планируются турниры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы? Это уже на следующий год идет подготовка? В 2017-м. Сейчас с 15-14 ноября в Харькове должен проходить чемпионат Украины по-взрослому. Который будет формировать национальную команду. И уже по итогам этого людей будут вызывать и на сборы, и возить на турниры. И формировать команду атаманов, опять же, по итогам чемпионата. В конце ноября все будет ясно. А вот что касается сейчас тренировочного процесса и вообще условий подготовки. И вообще хватает ли спарринг-партнеров для того, чтобы подготовиться как следует? Что можно сказать о том, что вот как у нас? Да, в Одессе мы можем помочь только тактикой или физической подготовкой. Спарринг-партнеров практически нет, можно так сказать. То есть хороших бойцов, военных нет. То есть приходится выезжать в другие города? Да, да. Мы планируем Днепр и Петровск, мы планируем Харьков, мы планируем Винницу. Мы планируем сборы, потому что сборы будут практически две недели. Две недели, дома две недели или одну, и опять сборы. А хватает ли вообще турниров в Одессе? Ну, мы знаем, традиционные проходят кубки, кубок Трестина, еще множество турниров. Вот интересно, хватает ли их или хотелось бы, чтобы больше было возможности? Хотелось бы, чтобы больше, да. Чемпионат Украины хотелось бы, но я думаю, что просто негде. Или летом. А летом Трестина. А у нас нет большого зала, красивого зала. То есть, я не знаю, как в Виннице, хороший зал, и туда все едут, там очень красиво. Город ниже класса Одессы, но там есть зал. Клуб нокаут, высшей категории. То есть, там приятно смотреть на это все. Валерий, расскажите, вот что для вас вообще означает бокс? Как давно вы в этом виде спорта, как начинали и какие у вас мечты? Пришел я где-то 15 лет, 15 с половиной. Начал заниматься у одного тренера Михаила Александровича на второй заставе. И вот по сей день добавился еще один тренер у меня. Сразу было желание, уверенность? Да, было желание очень сильно. Хотел очень сильно попасть. У меня брат занимался, он старше меня на 3 года. И он меня как бы повел туда. Привел к тренеру и познакомил, и я так остался. А до этого занимался какими-то видами спорта? От этого футболом занимался. Играл в футбол. И потом понял, что надо что-то менять. Но есть что-то вообще в плане тактики, мыслей? Сравнительно с футболом? Да, футбол командный вид спорта, а боксит ты сам. Из-за этого я пошел бы, потому что там командный, а здесь как ты напряжруйся, так ты сам за себя. Там сам за себя, да. А там пижонят, и чего ты должен рвать. И еще интересно, есть ли кумиры, может быть, среди украинских боксеров или зарубежных каких-нибудь суперпрофессионалов? Василий Ломаченко очень нравится. Наш земляк живет в Белгороде-Днестровске. Всем известный. Очень люблю посмотреть его. А из твоей весовой категории 75 кг? Ну, Хитрова мне нравился, вот сборная Украины он был. Деревянченко. Вот сейчас они все уже по профессионалам. Такие вот два бойца. Чему-то надо тоже поучиться, посмотреть еще их. Ну, мы верим, что все получится у тебя, что ты будешь набираться опыта и выигрывать такие важные и яркие турниры и победы. Обязательно придут. Спасибо большое за что пришли к нам сегодня в студию. Еще раз поздравляем вас с этим успехом. Сегодня у нас в гостях чемпион мира по боксу среди студентов Валерий Харламов, а также его тренеры Михаил Серженюк и Дмитрий Уржумцев. Спасибо большое еще раз за эфир. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.